К объезду территории леса госинспекторы готовятся досконально, чтобы при встрече с огнём потушить его как можно быстрее. К ликвидации пожара подключается и спецтехника национального парка, а также сотрудники МЧС. В этом году стражам леса уже приходилось бороться с огнём. В период особого противопожарного режима всю лесную территорию экипаж объезжает каждый день. И вот первый нарушитель. Это молодая семья, отдыхающая недалеко от берега реки Кама. Введён особый противопожарный режим. По словам женщины, они не знали о запрете. Прежде чем здесь, как говорится, разложиться, мы соберём мусор за другими, за чужими. Потом уже раскладываемся и отдыхаем. Не знали мы, что мы находимся в национальном парке. Инспекторы составляют административный протокол, а также с помощью навигатора выясняют, в каком квартале особо охраняемой территории произошло нарушение. Готовить шашлыки в лесу нельзя не только на костре, но и на газовой плитке с баллоном, который в жаркую погоду может взорваться, предупреждают лесники. Также запрещается съезжать с дорог общего пользования и оставлять после себя мусор. За нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность. Для физических лиц размер штрафа составляет от 40 до 50 тысяч, для должностных – от 60 до 90, для юридических – от 600 до 1 миллиона рублей. Продолжение следует...